Здравствуйте, мои подписчики и гости канала! В этом видео рассмотрим изготовление шоколада, в том числе темперирование шоколада, диаграмму состояния какао-масла при циклотермическом темперировании, отливку плиток шоколада и формование пористого шоколада. Подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересным. Наверняка у вас есть люди, которые учатся на технологах кондитерского производства или работают на кондитерской фабрике. Шоколадная масса – это полуфабрикат, полученный смешением сахарной пудры с какао-маслом, какао-тертым и добавлениями. Из шоколадной массы без добавлений готовится натуральный шоколад, а с добавлениями – шоколад с добавлениями. Тот и другой может быть как обыкновенный, так и десертный. В десертном шоколаде большая дисперсность частиц. Приготовление десертного шоколада мы с вами рассмотрели в отдельном видео. Шоколадная масса в зависимости от температуры может быть твердой и жидкой. При температуре выше 32 градусов Цельсия шоколадная масса жидкая. По структуре жидкая шоколадная масса – это суспензия, в которой дисперсионной средой является какао-масло, а дисперсной фазой сахарная пудра и твердые частицы какао-тертого. Получают шоколадную массу после конширования с температурой около 50 градусов Цельсия. Из жидкой шоколадной массы изделия получают отливкой формы, преимущественно металлические. Для хорошего заполнения формы желательно иметь массу с небольшой вязкостью. Вязкость жидкой шоколадной массы зависит от доли какао-масла температуры и в меньшей степени от доли какао-тертого. Долю какао-масла в шоколадной массе стремятся иметь минимально возможной. Согласно унифицированным рецептурам доля какао-масла – 0,35. Какао-масло обладает полиморфизмом. В готовых изделиях, способных к хранению, какао-масло должно находиться только в стабильной бета-форме. Поэтому формованию предшествует процесс темперирования шоколадной массы. Темперирование – это создание центров кристаллизации какао-масла равномерно во всем объеме. Достигается это охлаждение массы до температуры начала затвердевания, то есть до 32 градусов Цельсия с определенной скоростью при энергичном перемешивании. Несоблюдение этого условия вызывает жировое поседение шоколада. Жировое поседение – это самопроизвольный переход нестабильных твердых форм какао-масла в стабильную кристаллическую форму на поверхности изделия. Нестабильные формы какао-масла при понижении температуры ниже 19,5 градусов Цельсия существовать не могут из-за слишком большого избыточного запаса потенциальной энергии. Поэтому при понижении температуры поверхности изделия ниже указанной начинается самопроизвольная кристаллизация масла на поверхности. Она сопровождается выделением скрытой теплоты кристаллизации равной 125,7 килоджоулю на килограмм и сокращением объема. Выделение энергии приводит к повышению температуры, а следовательно к увеличению кинетической энергии молекул. Они становясь более подвижными перемещаются к свободному пространству между молекулами, которое образовалось вследствие более плотной упаковки молекул в кристаллической структуре. Занимая свободное место около уже имеющейся кристаллической структуры, они располагаются в следующем узле кристаллической решетки. Так, вся поверхность массы покрывается кристаллами какао-масла, от чего цвет поверхности становится серым. Масса как бы покрывается серым налетом, состоящим из сплошного слоя сросшихся кристаллов какао-масла. Доля какао-масла в поверхностном слое несколько увеличивается из-за диффузии масла к первоначально возникшим центрам кристаллизации на поверхности массы. В изломе такая масса имеет зернистую структуру. Промежутки между частицами сахара и какао-тертого сплошь заполнены маслом. Серый налет на поверхности приводит впечатление плесени, хотя такая масса совершенно доброкачественная и безвредная. Образование на поверхности серого налета из кристаллов какао-масла называют жировым поседением. Таким образом, целью темперирования является устранение жирового поседения шоколада. Жировое поседение не происходит, если во всем объеме массы равномерно созданы центры кристаллизации устойчивой бета-формы какао-масла. Для этого шоколадную массу довольно быстро охлаждают до 33 градусов Цельсия, а затем медленно снижают температуру до 30 градусов Цельсия при интенсивном перемешивании. При температуре 30 градусов Цельсия массу выдерживают не прекращая перемешивание вследствие большой вязкости и значительные массы молекулы какао-масла имеют малую скорость. Это затрудняет создание центров кристаллизации. Темперирование шоколадной массы производится в автоматизированных темперирующих машинах кристаллизаторах непрерывного действия. Темперирование шоколадной массы в автоматизированных многозонных темперирующих машинах протекает непрерывно в очень тонком слое при весьма интенсивном перемешивании. Схема трехзонной темперирующей машины представлена на слайде. В воронку 5 или корыто образный сосуд с мешалкой 6 и рубашкой 4 загружают шоколадную массу с температурой не более 50 градусов Цельсия. Мешалка выравнивает температуру шоколадной массы и устраняет расслаивание массы по плотности на составные части. Из воронки шоколадная масса захватывается шнеком 7 и перемещается по горизонтальному цилиндру 8. Температура массы регистрируется в конце первой и второй зон датчиком 9 с указывающими приборами 3. Они имеют задающую стрелку 1 и указывающую 2. Третий прибор указывает температуру воды, которая циркулирует как в рубашке третьей зоны, так и в рубашке от ватной трубы 12. Датчики управляют автоматическими клапанами, подающими холодную воду в рубашку, соответствующие зоны при достижении шоколадной массы заданной температуры. Кранами 10 и 11 или одним трехходовым краном можно по желанию оттемперированную шоколадную массу направить по трубе в отливочный автомат или вернуть в воронку машины. В избежание выделения кристаллов жира и сахара на поверхности шоколадных изделий, поседение шоколада, массу перед формованием подвергают темперированию, охлаждению при одновременном энергичном перемешивании. Для этой цели применяются автоматические темперирующие шнековые машины с тремя или четырьмя зонами темперирования. Шоколадная масса выходит из машины с температурой 31-32 градуса Цельсия, при которой она хорошо формуется. Рассмотрим устройство и принцип действия трехзонной автоматической темперирующей машины ШТА. Основным рабочим органом машины является пятизаходный шнек, вращающийся в цилиндрическом корпусе 10 с частотой около 30 оборотов в минуту. Для подачи массы в машину предназначена конусная загрузочная воронка 4 с мешалкой 3. На вертикальном валу мешалки укреплено перо шнека, входящее в выходное отверстие воронки, и скребок, очищающий стенки воронки от охлажденной массы и перемешивающий ее. С помощью пирошнека шоколадная масса подается в загрузочное отверстие корпуса машины. Стенка воронки имеет водяную рубашку. Приборы управления и автоматического регулирования расположены на щите 5. Привод машины осуществляется от индивидуального электродвигателя 2 через вариатор 1 и редуктор 11. Пятизаходный шнек имеет витки малой высоты, вследствие чего поступающая шоколадная масса распределяется в кольцевом зазоре между шнеком и корпусом тонким слоем. Таким образом, при малом объеме массы и большой ее поверхности процесс теплообмена протекает интенсивно, и за время прохождения массы температура ее снижается до заданной величины. Шнек выполнен пустотелом. Вес его подобран таким образом, что он всплывает в шоколадной массе и не соприкасается с нижней поверхностью корпуса машины. Корпус разделен на три самостоятельные секции, снабженные водяными рубашками. Для улучшения условий теплопередачи внутренние стенки рубашек выполнены из меди. В водяных рубашках первых двух секций циркулирует вода температурой 12-16 градусов Цельсия. Температура массы при выходе из первой зоны охлаждения должна быть 33-34 градуса Цельсия, а при выходе из второй зоны 31-32 градуса Цельсия. Для поддержания этой температуры в рубашке третьей секции и отводящей трубы подают воду температурой 31-32 градуса Цельсия. Таким образом, шоколадная масса, поступающая на формование, имеет всегда постоянную температуру и вязкость. Подогрев воды для последней секции производится в специальном бачке с электронагревателем. Система охлаждения состоит из водяного бака и трубопроводов, присоединенных к водяным рубашкам. Процесс темперирования происходит непрерывно, поэтому в случае, если необходимо перекрыть выход готовой шоколадной массы, ее направляют обратно в загрузочную воронку, для чего имеется наклонная труба 7, идущая от концевой части корпуса шнека к воронке. Труба 6 для выхода от темперированной массы и наклонная труба 7 снабжены кранами 8 и 9. Автоматическое темперирование массы осуществляется при помощи контактных манометрических термометров и электромагнитных реле, сблокированных с клапанами, регулирующими доступ охлаждающей воды в каждую из секций. В конце первой и второй секций по фланцах, соединяющих их корпуса, установлены кольцевые чувствительные элементы манометрических термометров. В бачке для подогрева воды также помещен чувствительный элемент манометрического термометра. При повышении температуры массы сверхустановленной контакты манометрического термометра замыкаются, и ток проходит в катушке промежуточных реле, которые включают цепь обмотки электромагнитного клапана. Клапан открывается, и в соответствующую секцию поступает охлажденная вода. При понижении температуры массы поступление тока в электромагнитный клапан прекращается, и клапан под действием пружины сердечника перекрывает доступ воды в рубашку. Корпус клапана состоит из двух частей. Нижняя часть с центральной трубкой 12, по которой поступает охлаждающая вода, перекрывается эластичной резиновой мембраной 10, зажатой верхней частью крышки 9. На стойках 5, гайками 2, крепится площадка с электромагнитом 1. В центре крышки клапана имеется отверстие, закрываемое игольчатым стержнем 15, связанным с якорем электромагнита 3 при помощи пальца 4, штифта 13 и гайки 14. На стержень надеты эластичные резиновые трубки 17 и 18, для предотвращения вытекания воды из зазора корпуса клапана. Трубки помещены в кожух 6, внутри которого имеется пружина 16. На мембране в центре закреплен ниппель 23 с фильтрующей цилиндрической сеткой 11. Отверстие в крышке корпуса клапана соединено каналом 21 с трубкой 22 отводящей воду. В нормальном положении, когда электромагнит обесточен, игольчатый клапан притянутый пружинами 7 закрывает центральное отверстие крышки. При этом полость 20 крышки остается сообщенной с подающей трубой 11 через всегда открытое отверстие 19. Таким образом, над мембраной вода находится под таким же давлением, как и в трубе 12. Но так как поверхность мембраны со стороны крышки больше, чем со стороны трубы, то общая сила давления воды на мембрану сверху оказывается больше, чем снизу, и мембрана плотно прижимается к торцу трубы 12. Дополнительно мембрана прижимается к трубе пружины 8. При таком положении клапана вода из трубы 12 не проходит в трубу 22. Когда электромагнит срабатывает, игольчатый стержень поднимается и отверстие в крышке клапана открывается. При этом давление в полости крышки уменьшается до атмосферного в результате сообщения ее через канал 21 с трубкой 22, отводящей воду, которая через водяную рубашку машины сообщена с атмосферы. Давление над мембраной станет меньше давления воды в трубе 12. Вследствие этого резиновая мембрана поднимется, и вода через кольцевой зазор между мембраной и торцем трубы 12 пройдет в трубу 22 и далее в соответствующую водяную рубашку машины. Четырехзонные машины по конструкции аналогичны трехзонным. Четвертой зоной темперирования служит отводящая труба, в рубашке которой циркулирует вода температурой 30 градусов Цельсия. Техническая характеристика автоматических темперирующих машин представлена в таблице на слайде. Стабильность температуры от темперированной шоколадной массы до момента заполнения ее формы является вторым непремененным условием получения качественного изделия. Поэтому перед заполнением формы обязательно подогреваются до температуры шоколадной массы. Также применяется циклотермическое темперирование шоколадной массы, предназначенной для глазирования. При таком темперировании температура плавления какао-масла повышена на 1 или чуть больше градусов Цельсия. По сравнению с температурой плавления при обычном способе темперирования. В шоколадной массе образуются кристаллы какао-масла преимущественно в стабильной бета-форме. Изменение температуры при циклотермическом способе показано на экране. При температуре 45 градусов Цельсия, участок 1, все какао-масло расплавлено, шоколадная масса жидкая, кристаллическая фаза отсутствует. Быстрое охлаждение шоколадной массы до 29 градусов Цельсия, участок 2, приводит к появлению зародышей кристаллов полиморфных форм как нестабильной формы, так и стабильной бета-формы. Последующим подогревом шоколадной массы до 31-32 градусов Цельсия, участок 3. Все низкоплавкие кристаллические образования плавятся, остаются лишь зародыши стабильной бета-формы и в том большем количестве, чем быстрее протекает подогрев. Процесс дальнейшего механического воздействия происходит при постоянной температуре, участок 4, с которой массу направляют на глазирование конфет. Часть массы, которая стекла с глазированных конфет подается снова в темперирующую машину, при этом подогревается на участке 5 и смешиваясь с вновь подаваемой на обработку массой, снова темперируется. Температурный уровень первого и последнего участков кривых одинаков. С каждым повторным циклом масса зародышей, кристаллизующихся в стабильной бета-форме, возрастает. Диаграмма состояния какао-масла при циклотермическом темперировании представлена на экране. Как указывалось выше, полиморфизм является способностью какао-масла к образованию различных кристаллических форм при сохранении химического состава неизменным. При этом для каждой кристаллической формы характерны свои физические свойства – температура плавления, пластичность, плотность и прочее. Указанные свойства, как показывают опыты, меняются в зависимости от способа темперирования. Так, например, измерение плотности какао-масла при 15 градусах Цельсия, протемперированного как обычным, так и циклотермическим способом показали различные величины. Соответственно, 0,9753 до 0,9781 и 0,9548 до 0,9603. Уменьшение плотности какао-масла при циклотермическом темперировании обусловлено большой аэрацией. Преимущества этого способа темперирования подтверждаются сравнительными исследованиями пластичности какао-масла, определяемой с помощью пенедрометра по глубине погружения иглы прибора. Опыты велись при температуре от 20 до 26 градусов Цельсия. Средние результаты этих опытов представлены в таблице на экране. Данные таблицы показывают большую пластичность какао-масла при темперировании циклотермическим способом, так как игла погружается на большую глубину. Известно, что какао-масло при охлаждении и кристаллизации уменьшается в объеме. Определяем уменьшение объема шоколада, так как более трети в нем приходится на долю какао-масла. Установлено, что в твердом состоянии кристаллы стабильной бета-формы занимают объем меньший, чем у нестабильных форм какао-масла. От 1 до 3%. На этом свойстве какао-масла, в частности, основана легкость извлечения шоколада из формы после его затвердевания. При этом большую роль играет процесс темперирования, который и должен обеспечить насыщение всей темперируемой массы шоколада зародышами кристаллов стабильной бета-формы какао. Таким образом, сравнительные экспериментальные исследования двух способов темперирования, проведенные с помощью различных методов анализа, позволяют заключить, что оптимальные условия для получения стабильной полиоморфной бета-формы в какао-масле, создаются при охлаждении в процессе темперирования циклотермическим способом. В этих условиях протемперированная масса, глазурь, содержит в большом количестве мельчайшие зародыши кристаллов бета-формы. Глазурь становится более высокоплавкой и на поверхности изделия имеет более плотную структуру, стойкую к появлению трещин и поседению. Рентген и структурные исследования процессов кристаллизации показали, что если в шоколадную массу добавить кристаллы жира в стабильной бета-форме, то возможен быстрый процесс стабилизации какао-масла в бета-форме, но при этом температура предварительной кристаллизации должна быть не ниже 29 градусов Цельсия. Отливка плиточного шоколада. Отливка производится на плиточных автоматах формы, показанные на экране. Формы изготавливаются из нержавеющей или мягкой малоуглеродистой стали, покрытой с одной стороны тонким слоем никеля, платиноль. Также эти формы могут изготавливаться из полимерных материалов. Материалы для металлических форм получают прокаткой стального и никелевого листа. Платиноль устойчив к коррозии и хорошо шлифуются до зеркального блеска. Формы либо целиком штампуют, либо собирают из отдельных отштампованных частей и соединяют в единый блок пайкой. Для отливки шоколада приходны лишь чистые формы с хорошо отшлифованной внутренней поверхностью. Из загрязненных шоколадной массы форм трудно извлечь изделия, а их поверхность получается с изъянами. Формы периодически моют, сушат, протирают. Автомат для получения плиток представлен на экране. Формы, шарнирно укрепленные на цепях транспортера 8, вначале подогреваются до температуры шоколадной массы 30-31 градуса Цельсия, лампами 6, инфракрасного обогрева, либо теплым воздухом. Подогретые формы подаются котливочной машине. В ее обогреваемую воронку 9 поступает оттемперированная шоколадная масса с температурой 30 градусов Цельсия и минимально возможным для данной машины содержанием какао-масла. Температура массы не должна изменяться до заполнения форм. Шоколадная масса имеет значительное предельное напряжение сдвига, большую плотность и поэтому не может растекаться по мелкой, но широкой форме. Равномерность с заполнением формы достигается тем, что у отливочек, машины, насадки не цилиндрические, а овальные. Из них выдавливается лента шоколадной массы шириной, примерно равной ширине формы. При поступлении массы форма обязательно имеет горизонтальное перемещение относительно насадок. Этим достигается равномерность заполнения формы по ее длине. Когда лента массы ложится в форму, то воздух из углублений на дне формы выйти не может. Воздушные пузырьки не обладают достаточной подъемной силой, чтобы пробиться через слой теплой массы. Пузырек воздуха со дна может подняться лишь при условии, что архимедовая сила равная произведению разности плотностей шоколадной массы РОЖ и воздуха РОВ на ускорение свободно падающего тела Г и объем пузырька В, то есть РОЖ минус РОВЖ умножить на В, отнесенная к единице поверхности пузырька равна предельному напряжению. Выражая В и С через диаметр Д малая пузырька и принимая во внимание, что РОЖ значительно больше РОВ, получим формулу для расчета Д малого. Для шоколадной массы с РОЖ 1310 кг на кубометр и Тау К 51 паскаль диаметр воздушного пузырька, который может подниматься, будет равен 2,34 на 10 в минус второй метра. Со дна же необходимо поднять пузырьки воздуха гораздо меньшего диаметра. Пузырьки меньшего диаметра поднимутся, если снизится предельное напряжение сдвига. Это достигается при вибрации массы. Вот почему заполненные массой формы подвергаются вибрации с частотой 33 Гц на вибротранспорте. Для устранения подбрасывания формы при колебаниях они перемещаются по поверхности постоянных магнитов 7. Вибротранспортер заключен в деревянный кожух с шумоизоляцией. Вибрация приводит к разрушению внутренней структуры массы и как следствие к снижению предельного напряжения сдвига и вязкости. В случае вибрации высота, при которой масса растекается, определяется по формуле. Знак плюс соответствует ускорению направленному вверх минус вниз. Ускорение А приблизительно равно половине Ж. Чтобы исключить выплескивание шоколадной массы из формы, что имеет место при аж близкой к нулю. В массе подвергнутой вибрации возможно всплытие воздушного пузырька диаметром, который рассчитывается по формуле на экране. Длительность поднятия пузырька не превышает 30 секунд. Это позволяет рассчитать длину вибрационной машины. После удаления воздуха со дна формы масса заполнит рисунок на дне формы, а после удаления пузырьков из массы формы попадают в холодильную камеру 5. В ней происходит кристаллизация какао-масла и охлаждение затвердевшей плитки. Кристаллизация какао-масла сопровождается выделением скрытой теплоты кристаллизации равной 126 кДж на килограмм. Чем ниже температура воздуха в охлаждающей камере, тем мельче получаются кристаллы устойчивой бета-формы какао-масла, а их распределение в массе равномернее. При низкой температуре воздуха изделия имеют блестящую зеркальную поверхность. Чем ниже температура воздуха в охлаждающей камере, тем мельче получаются кристаллы устойчивой бета-формы какао-масла, а их распределение в массе равномернее. При низкой температуре воздуха изделия имеют блестящую зеркальную поверхность. Само изделие получается хрупким, имеющим нежный тающий вкус и однородным в изломе. По окончании кристаллизации целесообразно дальнейшее охлаждение проводить воздухом на 1-2 градуса цельсия выше точки расы в помещении цеха. Это позволяет избежать сахарного поседения шоколада. Сахарное поседение – это образование на поверхности изделия налета из мелких разветвленных кристаллов сахара. Если вышедшая из охлаждающей камеры плитка имеет температуру ниже точки расы для воздуха в цехе, то на ее поверхности конденсируется влага из воздуха. В конденсате растворяется сахар, содержащийся в поверхностном слое. После прогрева изделия влага испаряется, а растворенный в ней сахар выкристаллизовывается, отчего поверхность приобретает неприятный серый налет. В верхней части холодильной камеры температура охлаждающего воздуха 6-8 градусов Цельсия, а в нижней около 12 градусов Цельсия. Если в цехе нет кондиционера, то в нижней части температура воздуха около 15 градусов Цельсия. Общая продолжительность пребывания изделий в шкафу 19-22 минуты. В охлаждающей камере формы многократно, меняя направление движения, постепенно поднимаются вверх, а затем по вертикальной ветви опускаются вниз, повернутые дном вверх. При движении вправо на нижней горизонтальной ветви формы в перевернутом положении подвергаются вибрации. Это способствует выпадению изделий из формы на пластины, шарнирно соединенные с цепью транспортера 2. При правильно проведенном темперировании шоколадной массы перед отливкой плитки даже без вибрации выпадают из формы, так как при затвердевании имеют наибольшую усадку около 2,4 процента. Плитки из плохо темперированной массы плохо отделяются от стенок форм и ломаются при выборке. После выборки изделия обдуваются воздухом, температура которого несколько выше точки росы для воздуха в цехе. Транспортер 2 подает плитки к 4 ленточным питателям 1 заверточных автоматов. В случае вынужденной остановки одного из заверточных автоматов, плитки поступают на транспортер 3. С него они снимаются вручную. Транспортеры расположены с обеих сторон. Воздухоохладители 4 вентиляторы чаще всего располагают сверху. Плиточные автоматы могут иметь одну или две отливочные машины. Это сделано для сокращения длительности переналадки автомата. При переходе на выпуск плиток другой массы. На замену форм затрачивается несколько часов, ведь их в автомате закреплено 886 штук. Заменяются мерные цилиндры и поршки в отливочной машине. Был предложен оригинальный способ работы плиточного автомата с одновременной работой двух отливочных машин. На цепи одновременно через одну закрепляются формы для больших и мелких плиток. Каждая из отливочных машин заполняет формы через одну. Например, правая отливочная машина заполняет формы вместимостью 100 грамм, а левая 25. Мелкий шоколад отливается каждый день, а крупные плитки отливаются периодически массой по 100 и 50 граммов. Длительность переналадки автомата при этом сокращается более чем в два раза. Отливочные машины для шоколада существенно отличаются от ранее рассмотренных машин для конфет из-за большого диапазона изменения порций шоколадной массы. Схема отливочной машины представлена на экране. Дозирующее устройство имеет сменные мерные цилиндры 5 с поршнями 4. Они применяются при переходе с выпуска плиток массой 100 грамм на 50 грамм или меньше. Каждому размеру мерных цилиндров соответствует свой золотник 10. Он заменяется при установке новых мерных цилиндров. Насадки 8 в золотнике соответствуют ширине формы. Они закрываются по окончании выдавливания массы при повороте золотника по часовой стрелке планкой 9. При поступлении массы форму 7, держатель 6 и сама форма относительно насадки 8 перемещаются в горизонтальном направлении. Точность дозы регулируется рукояткой 2. Она изменяет угол колебания коромысла 3. Колебательное движение коромыслу сообщает эксцентрик 1. С помощью рубашек, по которым насос прогоняет подогретую воду, поддерживается постоянная температура шоколадной массы. Отливка пустотелых шоколадных фигурок. Отливку пустотелых фигурок из шоколада производят на автоматах с применением специальных форм, состоящих из двух одинаковых половин, шарнирно связанных между собой. В каждой половине формы отгравированы половинки соответствующих фигурок. В закрытом положении формы половинки фигурок точно совпадают и образуют замкнутое пространство для шоколадного изделия. Принцип работы автомата для производства полых изделий показан на слайде. Раскрытые пустые формы транспортером 1 подаются для подогрева в зону 2 инфракрасного излучения и с температурой 32 градуса Цельсия продвигаются к отливочному механизму 3. Шоколадная масса отливается только в одну, переднюю половину формы. После чего форма автоматически закрывается устройством 4, подвергается вибрации на вибротранспортере 5 и одновременному вращению вокруг своей продольной и поперечной оси. Благодаря вращению шоколадная масса распределяется равномерно по стенкам обоих половин формы. Вращательное движение на участке 6 продолжается и в охлаждающем шкафу 10 на верхней ветви цепного транспортера. При переходе на нижнюю ветви транспортера 11 формы перестают вращаться и движутся по ней в горизонтальном положении. Устройством 7 формы раскрываются и на вибраторе 8 освобождаются от готовых изделий. Ленточный транспортер 9 выводит изделие из автомата. Формование пористого шоколада. Пористый шоколад формуют в виде плиток, подвергая их при формовании специальной обработки в вакуум камерах. Под влиянием в вакуума шоколад приобретает пористую структуру, заметную в изломе. По внешнему виду плитки не отличаются от обычных. Лицевая поверхность гладкая, блестящая, с рисунком формы. Благодаря пористой структуре шоколад имеет меньшую плотность, своеобразный вкус быстро тает во рту. Была создана поточная линия производства пористого шоколада. В подогретые формы отливается порция темперированной шоколадной массы. Распределение шоколадной массы по форме производится на вибротранспортере. После обработки вибрации формы помещают в вакуум камеры, представляющие собой цилиндры диаметром 580 мм и длиной 1250 мм. В цилиндрах расположены полые трубки, по которым циркулирует холодная вода. Трубки одновременно служат и полками, на которые помещают формы. Остаточное давление в камерах рекомендуется доводить до 5,3 кПа. Для контроля остаточного давления на каждой камере установлены вакуум метры. В этих условиях пузырьки воздуха, находящиеся в шоколадной массе, расширяются, увеличивая объем массы. Учитывая увеличение объема плитки, в формы вместимостью на 100 грамм, шоколадные массы отливают не более 75 граммов. Образование пор в шоколадной плитке происходит при одновременном охлаждении ее, так как циркулирующая в трубках вода имеет температуру 5-6 градусов Цельсия. Охлаждение способствует застыванию шоколада и упрочнению его полистой структуры. Для визуального наблюдения за структурообразованием, равномерным увеличением объема, вакуум камеры имеют смотровые окна. Закончив обработку шоколада, в вакуум камеру медленно вводят воздух, открывая воздушные экранники. После того, как давление воздуха в камере станет равным атмосферному, формы с полистым шоколадом выгружают и передают на цепной транспортер холодильного шкафа туннельного типа для окончательного охлаждения. Температура воздуха в холодильном шкафу не превышает 6 градусов Цельсия. Производительность поточной линии для пористого шоколада 300 килограмм в смену. Вы посмотрели видео лекцию, посвященную изготовлению плиточного шоколада, полового шоколада и пористого шоколада, а также в этой лекции мы рассмотрели некоторые теоретические основы производства шоколадных изделий. Как избежать жирового, сахарного поседения, а также как проводить циклотермическое темперирование для увеличения стабильной бета-формы какао масла в шоколаде. Благодарю вас за внимание, подпишитесь на канал, поделитесь этим видео с теми, кому оно могло бы быть интересным. Наверняка у вас есть люди, которые учатся на технологах кондитерского производства или работают на кондитерской фабрики. На этом я с вами прощаюсь, желаю вам всяческих успехов и до новых встреч!